Друзья, здравствуйте! Вы даже не представляете себе, как сильно я соскучилась. Я должна была снимать это видео две недели назад, ладно, но я чуть-чуть запуталась в своих собственных доставках. И сегодня, буквально утром, приехала последняя вещь, которой мне категорически не хватало для съемки этого видео. И мы можем официально начинать. Плюс я поняла, что это мой фактически единственный свободный день, поэтому резко побежала все отпаривать, заряжать свою камеру. И сегодня у нас с вами будет видео про осенний гардероб. Скажу сразу, если палитра вещей не кажется вам слишком exciting, знаете, веселая, забавная, интересная в моем обычном стиле, я объясню. Все еще нравятся яркие, необычные, странненькие вещи, однако в среднее время я замечаю, что та одежда, которая действительно цепляет мой взгляд, я бы прямо хотела иметь ее в своем гардеробе, стоит каких-то баснословных денег. Ну, я не знаю, 30 тысяч за розовый свитшот с картами Таро. Как бы сильно я его не хотела, этого не случится. Нам нужно либо best of the best, либо тогда ничего. Однако, хочу заверить вас, что здесь нет ни одной случайной вещи. Я буду объяснять вам по ходу дела. Нас ждет очень много интересных силуэтов, насыщенных текстур, забавных аксессуаров. Я буквально хочу показать вам, как можно разнообразить свой осенний гардероб при помощи тех вещей, которые, скорее всего, уже есть у вас в шкафу. Когда ты проживаешь вот в таких погодных условиях, как ни крути, твоя база это всегда джинсы и свитер, брюки и свитер, леггинсы и рубашка. Это всегда хочется чем-то дополнить, и я всегда ищу для себя новые способы, поэтому сегодня буду делиться с вами. Надеюсь, вам понравится. Также я напоминаю вам, что у меня все еще есть соцсеть с картинками, на которую вы можете подписаться, если захотите. Там будет больше моих образов. Плюс у меня есть телеграм-канал, где чуть больше личного. Я сейчас стала там поактивнее, чем была раньше, поэтому подписывайтесь на него тоже, если у вас есть такое желание, потому что здесь я делаю достаточно большие перерывы между видео, и если хотите коммуницировать, я жду вас. Я думаю, что мы с вами начнем с простого, такого базового, и будем постепенно по ходу дела усложнять. У нас будут образы для каких-то повседневных дел, это то, в чем я кручусь большую часть времени, поэтому мне нужно, чтобы было тепло и было комфортно. Покажу вам, что я обычно надеваю, когда еду на спорт, или иду на какие-то мероприятия, будь то вечеринка, выставка, вернисаж, музей, все, что только может прийти вам в голову. Вы можете пользоваться этим, делать скриншоты, если вам понравится. Давайте начнем. Я перекусываю вот этими штучками. Последние два месяца я съедаю по пачке в день. По пачке в день я не могу остановиться. По сути, это арахис, который сверху покрыт арахисовой пастой и какао. Сейчас у меня больше шоколад на зубах, это оно. Только посмотрите. Мне нужно отодвинуть камеру, чтобы вы могли видеть меня в полный рост. Поехали. Мы с вами начинаем с самой базовой базы. У меня есть буквально три пары джинс, которые я бессменно ношу в последнее время. Они все длинные. Это объяснимо погодой. Это мои винтажные голубые левайсы, белые носки. Я покупаю носки в Adidas, они идеальные, не слишком длинные, не слишком короткие. Далее, объясню ход своих мыслей. Если я надеваю светлые джинсы, я стараюсь поддерживать их более светлым верхом. Если же темные, наоборот. Не знаю почему, но так повелось. Я думаю начать вот с этого свитера. Он от бренда, который называется Around. Я заказала у них несколько разных свитеров. В принципе, мне очень сильно понравилось качество. Выглядит как-то так, немножко а-ля свитер бойфренда. Он достаточно тонкий, но при этом очень теплый. Мне нравится, что рукава узкие. Сюда я надену, естественно, белые кеды. Любимые кроссовки от Рибок. Я ношу их уже два или три года. Я не знаю, что должно произойти, чтобы это изменилось. Потому что они самые удобные на свете. Они не промокают даже в дождь. И практически подходят ко всему. Далее начинается нечто более интересное. У меня есть вот такой шарф. Он также от бренда Around. Я присмотрела его, когда заказывала свитеры. И мне очень понравилась идея использовать вот такие тонкие, длинные шарфики в стиле 2000-х в этом сезоне. Нечто скандинавское. Знаете, в стиле Матильды Джерф. Она выпустила коллекцию в этом году, где сделала кардиганы. И к ним в цвет добавила такие тонкие шарфики. И я перехватила эту идею сразу же. Потому что если ты живешь в Петербурге, без шарфа здесь невозможно функционировать. И мне очень понравилось. Это какой-то более новый, интересный, свежий формат. Нежели те огромные объемные шарфы, к которым мы с вами привыкли. Однако, я думаю, зимой мы все равно к ним вернемся. Серое винтажное пальто. Не судите его строго. Оно очень огромное. Я знаю, я не успела его ушить. Но я бы надела сюда нечто такого формата. Я хочу сделать его чуть поуже и немножко короче. В придачу мы возьмем вот такую винтажную сумку. Раз уж у нас все серое, мы доиграем эту ситуацию. И это, наверное, один из моих самых стандартных образов для того, чтобы отвезти Алису. Добежать до почты, забрать какую-нибудь посылку. Обычно в эти моменты я не накрашена. Мои волосы похожи на кошмары. У меня совершенно заспанные глаза. Поэтому я хочу, чтобы мне было максимально удобно и комфортно. И вот такой образ как раз-таки я бы могла использовать. Очень нравится сочетание цветов и текстур в данной ситуации. Самое главное, что мне удобно. И что я чувствую себя собой. Поэтому это наш образ номер один. Далее я хочу показать вам чуть более сложный, такой а-ля винтажный вариант. У меня есть джемпер. Опять же от бренда Around. Я не знаю, я почему-то скооперировала все сегодня по брендам. Если подумать, наверное... Привет! Да, наверное, это связано с тем, что они все-таки продумывают подобные моменты и выпускают вещи, которые очень хорошо поддерживают друг друга. Поэтому пока продолжаем с Around. Этот свитер мне понравился сразу же на сайте. Сразу же. Потому что я подумала о своем папе. Это то, что он носил в 90-е. Но в более хорошем современном исполнении. Мне очень нравится оттенок, что он выполнен из разных видов вязания, шитья. Я не знаю. Вот эти косы тоже очень здорово. И я надела его с моими винтажными джинсами от Ли. Они темно-серого цвета. Здесь нам нужны сапожки. Определенно вот эти вы уже могли видеть их в моем прошлом видео. Это винтажные сапоги с квадратным носом. Они очень здорово смотрятся конкретно с этими джинсами. И ни с чем больше, если быть до конца честной. Но, учитывая, что это мои everyday джинс, все работает так, как нужно. Очередной тонкий шарф. Мне кажется, он отлично дополнит всю картину. И жакет, который я хотела бы, наверное, такого плана. Это один из моих любимых кожаных темно-коричневых жакетов от бренда De Mois. Я даже не знаю, существует ли он все еще. И мое последнее приобретение. Это вот такая горчичная винтажная малышка от Fendi. Вас будет тошнить от двух вещей к концу этого видео. От этой сумки и от моей броши цветка. Потому что я буду добавлять их практически каждому образу. Поэтому не судите строго, окей? Эта сумка буквально делает лучше любой образ, которым бы я ее не надела. Я клянусь вам. Она работает. Только вам было лучше видно. Это один из тех образов, которые я называю городской шик. Если вы идете на встречу с человеком, которого, возможно, никогда не видели в жизни. Не свидание, деловую встречу. На свидание я бы так не одела, если вы меня знаете. Или бы я могла это надеть, когда отправляюсь по магазинам, по книжным магазинам с подружками. Просто в гости. Я думаю, если вы работаете в офисе, это не совсем тот формат. Мне бесконечно нравится это сочетание. Здесь есть что-то французское, что-то романтичное. И я, опять же, никогда не использовала обувь с квадратным носом. Потихоньку начинаю вовлекаться в это дело. Потому что сначала мне казалось, что меня просто отрубили полный дин. Настолько я привыкла к классическим туфлям. Но как будто бы именно форма обуви и сумка добавляют этому луку более современный вайп. И он не выглядит таким уж прямо из дедушкиного гардероба. То есть, в целом, идеальный баланс. Все продумано, если я могу сказать так о себе, в моем стиле. И это даже не кроссовки. Отлично. Едем дальше. Для следующего образа нам понадобятся леггинсы. Я покупаю вот такие простые черные леггинсы от Lava Rise. В принципе, они максимально меня устраивают. Также в последнее время я покупаю там, наверное, большую часть своей спортивной одежды. С тех пор, как Ольша закрылся, мне нужна была какая-то замена. Это отличная альтернатива. Я не знаю, что мне сделать, чтобы вы увидели реалистичный цвет этой футболки. Она очень нежно-кремово-желтого оттенка. И к ней в придачу у меня есть вот такая объемная рубашка в клетку. Тоже от бренда Around. Она не слишком теплая, поэтому я не могу носить ее одну просто на голое тело. И мне обязательно нужен какой-то нижний слой. Плюс мне кажется максимально милым, когда из-под темной рубашки торчит какой-то светлый воротник. Это все равно чуть-чуть освежает лицо. Друзья, я понимаю, что с освещением беда, но поймите меня тоже. Снимать на мансарде задача не из легких. Я никогда в жизни не видела места, где свет распространялся бы так странно. Здесь мы чуть-чуть идем в классику. Это мои супер старые жакейские сафоги, которые все еще работают. Они прекрасны. Окей, друзья, это наш нижний слой. Поверх я надену куртку, которую я не снимала последние, наверное, пару недель. С тех пор, как она появилась в моем доме, я просто не могу носить ничего другого. И я получаю на нее огромное количество комплиментов. Это укороченный вкуснейшего шоколадного оттенка бомбер от бренда AIM. На который я тоже буквально подсела в последнее время. Сюда я обязательно добавлю шарф, но уже другого характера. Самый лучший шарф в мире. Я украла его у папы и уже несколько лет не могу жить без этого шарфа. Если мне разрешат оставить только один, поверьте, это будет он. Далее. Подождите, ребята. Это брошь-цветок, про который я вам рассказывала. Я нашла его у бренда NAMELESS. Теперь какую бы одежду я ни надела, ее обязательно сопровождает эта брошь. Просто поднимает любой образ на уровень выше. Моя новая любимая сумка. Нет. Это слишком. Я думаю, мы возьмем сюда болинсягу, но обязательно через плечо. Окей. Чуть не забыла. Я бы добавила сюда коричневые перчатки. Они немножко отличаются по оттенку от бомбера, но в принципе ничего страшного. Дело в том, что если мне приходится таким образом кутаться в шарф, наверное, это подразумевает, что на улице достаточно холодно, чтобы надеть еще и перчатки. Возможно, и шапку. Но шапок я пытаюсь избегать максимально долго. Вот такая ситуация. Вы можете видеть образ целиком. Практически целиком, потому что мои ноги, как всегда, не входят. Но здорово. Мне нравится. Такой немножко левел-ап от вашего совсем классического рубашка-куртка-леггинсы. Опять же хочу обратить ваше внимание на то, что чуть интереснее, нежели простая белая футболка, смотрятся вот такие светлые, но более сложные оттенки. Кремовые, бежевые, светло-желтые. Это добавляет что-то, что-то в образ. Мне нравится. Плюс освежает ваше лицо. Продолжаем вечеринку. Я что-то и не умею в этом мире это петь. Зато моя дочь попадает в каждую ноту каким-то невообразимым образом. Потому что Женина мама, Женя это мой бывший муж, если кто-то не в курсе, Женина мама была пианисткой. Мне кажется, Алисе передал. Для следующего образа мне потребуются мои черные брюки от Present Simple, которые вы наблюдали в предыдущем видео. Это что, моль? Скажу сразу, этот образ работает исключительно, если на улице сухо и не было дождя. Да, я надену вот такой восхитительный кардиган от Эйм Кло. Их вязанные вещи в этом сезоне, это просто бомба. Я заказала сразу несколько и буквально не вылезаю из них. Он понравился мне с самого первого взгляда. Такой теплый, уютный, разноцветный, если можно так сказать про контраст черного и белого. Но это супер, просто супер. Здесь мне нужны кроссовки. Я надену вот эти черно-белые кеды от Vega Vege. Я не знаю, дело в том, что это мои единственные кроссовки, у которых есть хоть какая-то платформа, и она нужна мне, потому что брюки длинные. Кстати, очень многие меня спрашивали, рекомендую ли я эти кроссовки в покупке. Не особо. Во-первых, они промокают, что не случается с большинством других кед. Во-вторых, они не слишком удобные. Какие-то очень твердые. Совершенно неподатливая кожа, и я прямо разнашивала их какое-то время. Я уже надевала этот образ один раз. У меня было такое утреннее бранч свидания. И мне очень понравилась концепция. Во-первых, мне кажется, объемные вязаные вещи, особенно кардиганы, смотрятся бесконечно романтично. На контрасте вот с таким женственным боди даже еще немного лучше. Плюс в нем вы никогда не замерзнете, потому что, выходя на улицу, можно застегнуться. Сверху мы накинем опять же вот этот шоколадный бомбер от AIM. Здесь мне очень нравится ситуация того, что коричневые пуговицы перекликаются с шоколадным бомбером, и все как будто бы собирается воедино, понимаете? Также я брала мою сумку. Мне кажется, она бесконечно хорошо работает с повседневными образами, потому что, когда у тебя достаточно объемный верх, она сама по себе маленькая, и на контрасте смотрится очень аккуратно, и делает весь образ более аккуратным. Что мы получаем в итоге? Я не знаю, как показывать себя в полный рост, но я действительно чувствовала себя очень здорово и уютно, и уместно в этом образе. Пока я ехала в машине, поняла, что у меня разноцветные рукава, и это позабавило меня еще сильнее. И как я уже сказала, приходя в кафе или ресторан, вы снимаете ваше пальто. Более грациозно, чем делаю это я. Вы расстегиваете несколько пуговиц, получаете очень уютный, женственный, расслабленный образ. Я не собиралась слишком долго, я просто выгляжу восхитительно по жизни. В целом, в целом, если вам не нравятся кеды, их можно заменить какими-то мощными лоферами. Вот эти у меня от Джонак, они такие в стиле Прада прошлого сезона. Вы бы хотели, чтобы я пришла на свидание к вам в таком виде? Без ума от кардигана, я даже постоянно ношу его сейчас дома, потому что в нем настолько уютно, в него прямо хочется кутаться, как в одеяло. Образ номер следующий, я не знаю, я уже сбилась со счета. Очень хочу стилизовать вот этот свитер с высоким горлом, он тоже от AIM. И да, я понимаю, что это нечто, наверное, подобное к кардигану, но они понравились мне оба, и я задействую их в разных ситуациях. Поэтому здесь, возможно, есть следы моего тонального крема, потому что я носила этот свитер последние пять дней, не снимая. Я носила его преимущественно с джинсами и кроссовками, пока водила Алису в школу. В Петербурге практически всегда, как только наступает осень, я отдаю предпочтение свитерам и джемперам с высоким горлом, потому что ветер здесь пронизывает до костей. Так вот о чем я, я бы хотела стилизовать его немножко иначе, придумать что-то еще, хотя бы как минимум для себя. Поэтому я хочу попробовать нарядить этот джемпер. Мы возвращаем голубые пальцы. О, кстати, смотрится здорово вместе, прям такая очень, как будто бы французская история. Нравится форма этого джемпера, он объемный, но не слишком, не смотрится уродливо. И он чуть-чуть укороченный, классно. Потому что сейчас я предпочитаю укороченную верхнюю одежду и не всегда мне нравится, когда из-под нее торчит то, что внизу. Черные лоферы. Здесь, скорее всего, в 90% случаев я бы собрала волосы наверх. Почему-то мне не нравится, как водолазки и свитеры с высоким горлом смотрятся на мне, когда у меня распущенные волосы. Как-то так. Обычно это чуть более аккуратно, хотя кого я обманываю. Я могу сделать высокий хвост или шишку, в общем, чуть-чуть забрать их наверх. Черное теплое пальто. О, у нас стемнело. Скорее даже, наверное, полупальто. Оно от бренда Nameless. Здесь немножко более объемные плечи, но при этом приталенный силуэт, на который я потихоньку начинаю покупаться в последнее время. Как и обещала, цветок. Очень здорово, очень женственно, есть небольшая отсылка к парижскому стилю, но, мне кажется, получилось без переигрывания. Я бы надела это, да фактически, куда уходно. Может быть, на бранч с девочками. Я думаю, что образ такого типа подойдет даже для какого-то офиса, но где более расслабленная обстановка. Кстати, ребят, естественно, вся одежда, которую я показываю сегодня, все, что осталось в наличии, я соберу для вас ссылки, оставлю внизу в описании. Поэтому переходите обязательно. А мы с вами едем дальше. Мне хочется составить чуть более женственный, секси, но все еще повседневный образ. Для этого я возьму свитер от AIM, который у меня есть. Наверное, самый теплый вариант из тех, что я показывала вам сегодня. Он прямо плотный-плотный. Мне очень нравится вот этот оттенок, мокрый асфальт. И это достаточно длинный свитер. Поэтому я предпочитаю использовать его как правильно платье. Потому что сколько бы я не жаловалась на свой рост, поверьте, в этом есть свои бонусы. Здесь, я думаю, нам с вами понадобится все-таки какая-то мини-юбка. На всякий случай, чтобы не засветить всех, сами знаете, чем, когда я подниму руки. Кстати, все свои ажурные колготки. Я заказываю в Кальзадоне. Сюрприз-сюрприз. Окей, основа готова. Я буду использовать мою новую черную юбку. Она в стиле Прэппи, она от бренда Неймлесс. И у нее спущенная линия пояса. То есть, если вы захотите вставить сюда какой-то ремень, он будет идти чуть ниже, чем это должно быть. Смотрится здорово. Окей, так уже гораздо спокойнее. Нам нужны ботфорты. Итак, друзья, здесь я бы сделала чуть более драматичные губы. Также я добавила золотые винтажные серьги. Просто, чтобы как-то разнообразить ситуацию. Если вам интересно, откуда мои ботфорты, они от бренда Эш. И они практически идентичны тем заровским ботфортам, которые были у меня все эти годы. Несмотря на то, что те ботфорты прослужили мне верой и правдой несколько лет, реагенты и химия, которые посыпают дороги, очень плохо отражаются на обуви с годами. Она становится тусклой, серой, непречентабельной. И никакие кремики и средства уже не могут привести ее в божеский вид. А ботфорты на плоском ходу – это обувь, которая задействована в моем гардеробе практически постоянно. Очень нравится, как этот свитер смотрится с юбкой. Я думаю, что надеть поверх, учитывая, что он достаточно теплый и очень плотный. Я, наверное, могу себе позволить в шерстяной пиджак полупальто полегче, чем обычно. Штука, которую мне сейчас нравится делать. Купила себе галстук. Я нашла его в винтажном магазине за 500 рублей. Поскольку я не умею завязывать галстуки, я просто делаю вот так. Не знаю, меня вполне устраивает такая ситуация. Он добавляет немножко что-то, что-то. Пиджак, кстати, тоже винтажный, если вам интересно. Сюда я бы взяла ту же самую черную сумку. Мне кажется, она подходит отлично. Все еще повседневный образ, но уже более женственный, более интересный. Оттенок пиджака подходит сюда совершенно идеально, потому что он перекликается с тоном кожи. Учитывая, что это колготки с сеткой, кожа все равно просвечивает. В общем и целом, я довольна. Чувствую себя круто, чувствую себя тепло. Пока погода позволяет, я бы прям хотела донашивать вот такие промежуточные образы, где есть немножко голого тела, но при этом огромный уютный свитер. Друзья, чудесами монтажа мы с вами перенеслись в следующий день. В прошлый раз, когда я снимала, стало невыносимо темно и уже было невозможно разобрать, есть ли на мне одежда, если есть, то какого она цвета. Поэтому я решила закончить сегодня. У нас с вами осталось несколько casual образов, дальше мы переходим к более нарядным и веселым. Итак, на мне свитер от 12 Stories. И вот эти довольно-таки широкие джинсы от Present Symbol. Я очень люблю их, постоянно ношу в последнее время. У них такой расслабленный силуэт. Вопрос по кроссовкам. Эти или вот эти? Эти подходят больше, но как будто бы я их уже использовала и хочу другие. Но я должна оставаться честной. Я бы надела вот эти кеды. Мне опять же хочется дополнить всю эту картину шарфом. Тем более он отлично дополняет мой свитер по оттенку. Шарф опять же от бренда Around. Я заказала у них два. Вот этот и тот темно-синий, который вы уже видели. По жакетам у меня два варианта. Вот такой подошел бы сюда отлично, но мне хочется немного дополнить джинсы. Поэтому я выберу темно-синий. Здесь тоже такие охристые и коричневые полоски. И смотрите, что это блейзеры. Они достаточно теплые. Я в принципе могу надеть их на улицу. Особенно если у меня под свитером есть какой-то нижний слой. Симпатично, мне нравятся оттенки. Я надела бы сюда свою сумку Fendi. Не стану прикалывать цветок, просто чтобы не раздражать вас. Но такая опция тоже присутствует. Это супер, на мой взгляд. Очередной практичный, комфортный, теплый, casual образ. Я, конечно, еще только привыкаю к джинсам такого стиля, потому что я достаточно давно их не использовала. Но мне в них настолько удобно, комфортно и просто, что рука сама тянется к ним каждый день. Сейчас я хочу собрать образ в светлых оттенках. Это на самом деле один из самых простых моих излюбленных приемов, который очень помогает как-то освежить свое настроение осенью. Как ни крути, я ношу много темного. И иногда это надоедает. Поэтому я возьму голубые левайсы. Я хочу использовать вот этот тренч. Это будет еще один а-ля скандинавский образ по световой гамме. Нам, наверное, больше всего подойдет вот этот джемпер от Around. И дальше будем смотреть, будем экспериментировать. Под этот образ я бы выбрала свои серые нью-балансы. Мне кажется, это подходит. Такой городской, немного европейский стиль. Кто знает мою ситуацию с тренчами, вы, наверное, в курсе, что я недолюбливаю их. Я не понимаю, куда они применимы и зачем. И всегда чувствую себя в них немножко некомфортно. Но этот тренч мне понравился тем, что он укороченный. И он, кстати, тоже от бренда AIME. Во-первых, он очень правильного нюдового оттенка. Который действительно смотрится дорого. Он освежает кожу. Такой классический тренчевый берберя цвет. И он асимметричный. И, как я уже, наверное, упомянула, укороченный. Соответственно, мои ноги в нем не путаются. Здесь нет пояса. Я вообще не фанат завязывать пояс на верхней одежде. Потому что, учитывая, что внизу у вас всегда объемный свитер, талия становится бесконечно огромной. Это смотрится как-то непропорционально. Особенно с моим ростом. А вот такой вариант мне прям очень даже подходит. Здесь я, опять же, добавлю шарф. Мой кашемировый шарф от Present Simple. Я почти уверена, что в этой ситуации я бы забрала волосы. В качестве сумки, конечно, сюда подойдет бренциага, но это, наверное, будет слишком просто. Поэтому я бы взяла какой-то винтажный клатч. Он смотрится нелепо, когда пустой. Нужно наполнить, заполнить его чем-нибудь. Окей, друзья, мы готовы. Если вы заметили, в последнее время со своими образами я использую микс из объемного верха и объемного низа. Потому что я так сильно наелась от этой теории о том, что если у тебя узкие брюки, их надо уравновешивать массивным верхом. Если у тебя приталенный верх, его нужно уравновешивать широкими брюками. Надоело. Не знаю, мне очень нравится этот образ. Наверное, больше... О, смотрите-ка. Еще один слой. Лучше или хуже? Не могу понять, я ничего не вижу. Этот тренч мне нравится носить именно застегнутым, что совершенно нонсенс для меня, потому что обычно я люблю носить верхнюю одежду нараспашку. Он непродуваемый, ребят. То есть, естественно, он не теплый, но что касается дождя, что касается ветра, это фантастическая штука. Я носила ее достаточно много раз, когда только-только наступили холода, и если под низ надеть теплый шерстяной, либо кашемировый свитер, вас не продует. Ну, естественно, шарфик. Я все-таки осталась довольна выбором сумки здесь, потому что если бы я взяла просто какую-то дизайнерскую сумку под тон, в этом образе совершенно не было бы моего характера. А вот таким образом это прямо Ксюша, которую как будто бы можно попробовать узнать издалека. Итак, мы с вами завершаем нашу повседневную casual историю. Одним из образов, которые я предпочитаю надевать, когда еду на спорт, это шоколадный костюм от бренда Lava Rice. В последнее время, как я уже сказала, я покупаю практически всю тренировочную одежду, либо в своей студии, если мне нужно что-то красивое, сексуальное для танцев, либо в Lava Rice. Мне очень нравится широкий пояс, который все всасывает вовнутрь, ну и она не сковывает мои движения, это тоже максимально важно. В последнее время я ношу исключительно этот комплект по одной простой причине, я люблю приезжать, заниматься, не переодеваясь в той же одежде, как бы противно это ни звучало, уезжать домой и уже принимать полноценный душ дома. То есть крайне редко я буду мыться и переодеваться в студии, потому что слишком много всего мне нужно иметь с тобой. И это, по сути, мой единственный костюм, у которого и длинные рукава, и длинные леггинсы, поэтому он подходит под текущие погодные условия. Я добавлю сюда высокие носки, мне очень нравится сочетание вот с этими от New Balance, на самом деле они кремовые, с надписью цвета Хайки, по-моему, все вместе очень хорошо работает. Опять же, кроссовки от Римок, они как будто бы являются логичным продолжением моих носков, потому что здесь одинаковая цветовая гамма. Далее я выбираю какую-то толстовку, в последнее время все чаще обращаюсь вот к этому варианту, она от бренда AIM, опять же, и я заказала ее по той причине, что посмотрела видео Карла Деррес. Там она стилизовала свою новую коллекцию Line YK, вы знаете, вы уже знаете, как я обожаю эту женщину, и сейчас у меня совершенно нет никакого доступа к покупкам одежды, которую она шьет. Я просто пытаюсь искать альтернативы, у нее в коллекции представлен подобный свитшот, и мне понравилось, как она стилизовала его с белыми брюками карго, или карго, и с таким пушистым винтажным тигровым черно-белым пальто. Будет та же самая шоколадная куртка, это одна из самых универсальных вещей, которые мне вообще встречали за последнее время. А мне нужна моя сумка, моя тренировочная сумка. Вот она, отлично поддерживает цветовую гамму, я заказывала ее в Adidas когда-то очень-очень давно. Здесь мои танцевальные тухли и бутылка воды, которую уже неделю как надо закинуть в посудомойку. Вуаля, я готова к спорту, я приезжаю на тренировку, снимаю все лишнее, потом надеваю это обратно и еду домой. При хорошей погоде эту штуку можно оставить расстегнутой, если на улице очень ветрено, ее можно застегнуть и добавить, например, шапку. Это мой образ для тренировок. Теперь самое интересное и веселенькое. Я покажу вам 3-4 наряда, которые подойдут на вечерние мероприятия, которые мы тоже любим, правда? Друзья, первый нарядный образ, который я для вас приготовила, еще ни разу никуда его не надевала, но жду, не дождусь подходящего события. Буду использовать вот это боди, то же самое, что было у меня в черном цвете. И юбку от Awesome To Some, она довольно интересная. Это юбка миди, которая очень красиво струится, и у нее есть дополнительный слой, который можно надевать, можно не надевать, но мне кажется, с ним она смотрится значительно интереснее. Сейчас я покажу вам. Мы надели первую часть юбки уже достаточно элегантно. Должна сказать, что я терпеть не могу принт горох. Здесь он крайне мелкий. Удобаваримо, для меня это подходит. Скорее напоминает крапинку. И сейчас я надеваю вторую часть этой конструкции, и она уже становится куда более увлекательной. Здесь у нас есть такой неиспадающий шлейф. Если мы говорим о боди, я заказывала их на Ламоде за 500 рублей. Если они еще в наличии, я оставлю вам ссылку внизу. Потому что они постоянно то появляются, то исчезают в совершенно разных размерах. И я просто ухватила этот момент, когда оба были в наличии в эксцессе. И ажурные колготки, которые вы уже видели. У меня есть целый комод таких ажурных колготок. Выбираю любые. И на Оскелле я заказала вот эти прекрасные туфли от Saint Laurent. Они практически новые, и я влюблена в них. Как будто они могут показаться странными, немножко старомодными. Но объясню свой ход мысли. Я выбрала их, потому что спереди и сбоку они очень напоминают Мэри Джейнс от Manolo Blanik. Но в Мэри Джейнс мои ноги смотрятся довольно странно. Потому что у них нет платформы, и недостаточно высокий каблук. В какой-то причине я выгляжу в них приземистой. Здесь практически идентичный силуэт, но каблук более высокий, есть платформа. Конечно, я бы предпочла, чтобы каблук был толстым. Это смотрелось бы гораздо более актуально. Но с другой стороны, в этом сезоне у меня настроение кармен. И такое ощущение, что эти туфли отлично поддержат тематику. Плюс у меня уже очень много лет нет ни одних черных лодочек. И каждый раз, когда я одеваюсь летом, каждый раз, когда я одеваюсь осенью, я думаю о том, что черные туфли это все-таки мастхэ в гардеробе. А вариации это уже ваше дело. Поэтому работаем. Друзья, я не знаю, что вы скажете, но я в восторге. Мне кажется, это очень милое и нетривиальное решение. К тому же сейчас погода еще позволяет ходить в туфлях. Это мама. Я не могу не ответить. Я видео снимаю у тебя срочно? Да, на чем мы остановились? Нам нужен блейзер. Здесь я бы предпочла темно-серый вариант в полоску. Потому что черный будет слишком тяжелым. Мне нужно как-то разбавить эту ситуацию. Уж извините, но цветок необходим. Без него ставка не сыграет. Если я захочу совсем подходить с ума, я сделаю себе красную помаду, которую я, кстати говоря, не пользовалась уже очень долгое время. Минтажный клатч, он от Лью Джо. Уже много-много лет выручает меня. Мне нравится, как цветок перекликается с боди. Они отлично дополняют друг друга. Опять же, мне нравится, что пиджак серый, а не чисто черный, потому что это было бы слишком очевидно. Вот эти, казалось бы, небольшие цветовые нюансы, именно они всегда цепляют человеческий взгляд при ближайшем рассмотрении. То есть у вас не просто плоские цвета, они многогранные, они поддерживают друг друга, они перекликаются. И для меня это самый отличный вариант. В принципе, я бы надела это в театр однозначно, на классику балета, или наоборот, какую-то современную премьеру, которая мне тоже очень нравится в последнее время. Потому что в театре я люблю выглядеть театрально. Для меня это часть опыта. Не нарядиться в театр, это примерно то же самое, что прийти в кино и не взять себе ни начус, ни боккорн. Зачем ты, собственно, тогда пришел, ты мог посмотреть все это дома? Да, в моем случае опыт должен быть полноценным. На выставку вернисаж любое элегантного характера петербургское, да и не только петербургское, мероприятие. Для следующего образа я хочу использовать платье-комбинацию от Асам Тусам. Всегда искала платье, которое будет максимально простым и элегантным, но сидеть оно будет так, как будто бы сама Венера Милоская бросила на тебя отрезок ткани, и он идеально, огибая все твои формы, сел. Друзья, платье бесконечный восторг. Оно из чистого шелка, очень красивый оттенок. У него есть подклад, потому что шелковые изделия без подклада все-таки довольно сложно носить. Оно очень красиво струится. Мне нравится, как оно сидит в области груди, и сзади есть вот такие здоровские нюансы в виде спущенных бретелей, с которыми тоже можно по-разному поиграть, как-то завязать их, если вам это нравится. Здесь я бы добавила вот такую черную резинку для волос. Она тоже немножечко в цыганском стиле. Я подумала, что ее можно использовать вот таким образом, делая шишку на боку, но все-таки я предпочитаю распущенные волосы, поэтому просто периодически надеваю ее на руку. Плюс сюда я бы добавила насыщенную львинную помаду, нанести которую сейчас у меня не хватит выдержки, это займет слишком много времени. Здесь нам нужен блейзер. У меня есть вот такой винтажный, достаточно классический укороченный вариант. Он черный, бежевую полоску. Я думаю, что он отлично дополняет это платье, перекликается с тем, что происходит у нас внизу. Опять же, горчичная сумка. Эти два цвета потрясающе. Уживаются вместе, получается осенняя палитра. Для какого-то осеннего мероприятия, на коктейль, если у вас есть, например, осенние свадьбы, на которых вы выступаете, конечно же, гостям они невесты. Мне кажется, это тоже будет отличный, фантастический вариант. Хочу показать вам поближе, как это платье сидит в зоне груди. Здесь действительно какой-то достаточно необычной формы вырез. Мы с моей подругой Дашей называем такие вещи «голое платье», потому что они как будто бы повторяют вашу фигуру, но при этом не смотрятся как пижама. Это идеально. О, вишенка на торте. Пущенные бретели, они просто завязываются на узел, и вы можете маневрировать с их длиной, поднять их выше, опустить ниже, и посадить его именно так, как нужно вам. Еще один элегантный вечерний образ, который мы с вами посмотрим сегодня, это черный костюм, но непростой. Как только я надену его, и вы увидите силуэт, вы сразу же все поймете, гарантирую. Предлагаю вашему вниманию фантастический черный костюм. Он от бренда Charm Store, что это такое? Charm Store, Charm Store? Здесь меня просто покорил силуэт. Это достаточно сильно приталенный жакет, настолько сильный, что тебе не совсем комфортно периодически шевелить руками. Но, знаете, красота требует жертв. Это все-таки одежда для мероприятий, не для повседневной жизни. Едва ли в таком пойдешь в офис, хотя, если надеть под низ какую-то приличную блузу, вполне себе. Да, здесь достаточно глубокий вырез, который я бы обычно обыграла без нижнего белья, однако в таком случае мне бы понадобился специальный телесный скотч, который я раньше покупала в Ойша, но теперь он у меня закончился, я не знаю, где его взять, поэтому все-таки я решила надеть бельем. Брюки тоже очень узкие, со стрелками, у них есть разрезы по бокам, также по краям рукава блейзера есть иллюзия разрезов, но они как будто бы сшиты. Изначально я думала, что будет интересно расшить их, но поняла, что в целом меня все устраивает. Здесь у меня два варианта. Мне очень нравится, как этот костюм смотрится с ботинками на плоском ходу. Сразу скажу, это совершенно непрактично, однако если вы идете на какое-то мероприятие, где нужно буквально пройти от машины до мест проведения встречи, сработает. С плоским ходом я бы добавила сюда цветок. Есть в этом нечто такое, что дает мне отсылку к образу современного дэнди, но в женском исполнении. Брюки, конечно же, достаточно длинные для моего роста, но в целом я бы могла так одеться. Второй вариант, это, конечно же, сапоги на каблуке. Сюда я бы надела свои фисташковые винтажные сапоги в стиле 2000-х. Может сработать и черная обувь, но мне хочется, чтобы из разреза штанин выглядывало что-то интересное, неожиданное, пикантное. Не знаю, какую взять сюда сумку, я уже как будто бы не в состоянии думать, так что остановимся на этом. Супер посадка супер, я думаю, что мы уже очень сильно устали от оверсайз объемных костюмов, которые и так постоянно носишь в повседневной жизни, но когда ты выходишь куда-то вечером, хочется надеть такой костюм, который не будет уступать платью. Покажу вам поближе, здесь у меня красивое белье, которое может периодически мелькать. Таким образом выглядят рукава, разрезы на брюках, едем дальше. Кстати, последний образ, у нас остался последний. Это платье от бренда Reformation. Я смотрела на него с тех пор, как жила в Екатеринбурге. Я помню, первый раз наткнулась на него на Farfetch, просто влюбилась в цветовую гамму, подумала, что мне отлично подойдет, однако оно стоило слишком дорого. И я нашла его на Ускелли, буквально за треть цены. Оно абсолютно новое, в идеальном состоянии. И у меня есть совершенно аналогичное, только в другом цвете, черное, если вы его помните. Я использовала его постоянно с тех пор, как оно появилось у меня. Живом честно, это платье пахнет не очень приятно, потому что я буквально достала его из стирки. Надевала уже в среднем 3-4 раза, и не заморачиваясь в одной и той же вариации, которую я покажу вам сейчас. Я возьму свои ажурные колготки просто, потому что они здесь. По факту я использовала простые классические черные, но это надо бежать в спальню. Здесь я надену свои черные подфорты из Ака Кожи, они от бренда Тони Бьянко. Эти я заказала в прошлом году и вообще не носила их ни разу. Уже было, подумала продать, но вот наступил этот год, и я использую их практически каждые выходные. Единственная проблема здесь заключается в правом сапоге. Сюда нужно постоянно клеить либо пластырь, либо загибать эту часть, потому что там нечто очень жесткое рвет все мои колготки. Платье и сумку я заказывала на Ускеле одновременно, и еще тогда подумала, что они будут отлично дополнять друг друга. Итак, здесь у нас ситуация следующая. Довольно плотный, насыщенный такой зимний черный низ. И очень легкий переходит из лета в осень вверх. Нам нужно как-то сбалансировать эту ситуацию. Здесь, конечно же, поможет тяжелый блейзер. Вообще, в прошлый раз я надевала вот с этим блейзером. И также добавила сюда белый цветок. Но сейчас у меня появился темно-синий. Возможно, он даже сработает. О чем я говорила, пока моя камера бесцеремонно не перебила меня севшей батареей. Этот блейзер, по-моему, работает чуть более аккуратно, интеллигентно. У меня есть ощущение, что именно этот образ станет тем самым моментом, к которому я буду обращаться в текущем сезоне каждый раз, когда мне нечего надеть. Потому что он интересный, своеобразный, в моем стиле. Он работает. Опять же, мне нравится момент того, как охристые полоски на блейзере перекликаются с платьем. Сумка определенно уводит его из категории летней одежды в более осеннепереходную хотя бы. Здорово, пойдет. Более сложная комбинация. Здесь есть чем поиграть, есть где разгуляться. Что, друзья, это видео подошло к своему логическому завершению. Пожалуйста, отпишитесь мне, какие у вас эмоции. Что понравилось, что не понравилось. Что вы, может быть, сделали бы иначе. Я как будто бы довольна. Также у меня есть для вас промокод в AIM. В Остриково он дает скидку 15% на все, кроме сейла. Я оставлю вам ссылки на все вещи внизу в описании, кроме винтажных. Если я что-то забыла упомянуть, пишите, постараюсь ответить. И да, на этом у меня все на сегодня. Следующее видео, это, скорее всего, будет влог. Потому что я очень заскучилась по влогам. Спасибо вам огромное за внимание. Сегодня я смонтирую это видео. Уже завтра вы увидите его на канале. Я вас всех очень сильно люблю. Увидимся в следующий раз. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!